Девушки отдыхают 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 девушки. Такого не было. Лена Хрупова очень довольна. Наконец-то собралась в женскую компанию, потому что, в принципе, все-таки у нас в работе интересно, но видеть двух прекрасных девушек в эфире, я думаю, мужчинам будет гораздо приятнее. Конечно. Я, правда, не видел. Это должно быть блатенька, вторая брюнетка. Абсолютно так и есть. Все по классике. Ну, Хрупова молодец, она знает законы жанра. А скажи, вообще, женщины-трейдеры, они способнее, чем мужчины? Или у них мотивация просто более такая мощная, чем у жуков? Знаешь, вопрос на самом деле непростой, потому что среди моих знакомых девушек-трейдеров крайне мало. И вот взять в каком-то процентном соотношении, сравнить там девушки чем-то лучше, хуже, сложно. Ну, я могу просто от себя сказать, что наверное, девушкам проще, чем мужчинам, в плане того, что если у девушки есть любимый мужчина, муж, который является действительно для нее надежной опорой, можно сказать, таким хедж-фондом, то, конечно же, девушке гораздо проще торговать. Она знает, что спокойно буду торговать, заработай, не заработай, у меня есть сильное плечо, и все будет хорошо. Конечно же, на мужчин ложится ответственность гораздо больше, потому что он кормилец семье, нужно обеспечивать. Жене шубу купи, за квартиру заплати, расходы, дети, все остальное. Поэтому давление психологически на мужчин гораздо больше. Поэтому я думаю, что женщина проще. А по поводу каких-то именно умственных способностей, тут все-таки, я считаю, наравне могут преуспеть и мужчины, и женщины. А ты в курсе, что женщины должны спать дольше, чем мужчины, 20 минут, для того, чтобы у них мозг восстановить? Потому что у женщины мгодначность развита, а у мужчин такого нет. Андрей, я не знала, но я это внесу себе в список. Это английский ученый. Нет, серьезно, мужчинам сложнее как-то несколько дел. Женщина может и борщ варить, условно говоря, и трейдингом заниматься. Да, это именно про меня. Я именно два года так и работала. Первые два года своей торговли я торговала на кухне. У меня стоял огромный монитор, 27 дюймов. И когда я возле плиты жарила котлеты, то я спокойно успевала посмотреть графики. Это не шутка, Андрей, это серьезно. И, в принципе, все успешно совмещало. Надо было, бежалка у меня не было, мы бы устроили трансляцию из этой кухни. Да. Горячий трейдинг. Вот есть кухня Форекса, а есть кухня Булыгины. Да. Форекса, кухня Булыгины. Вот скажи честно, у тебя сейчас трейдинг основной источник дохода. Говори только честно, я смотрю не в глаза просто. Говорю честно, в глаза и в камеру это основной источник дохода. Слушая Smart Lab, иногда столько нового о себе узнаю, разные слуги, разные статьи пишу, но я на это не обращаю внимания. Потому что, действительно, трейдинг – это та работа, из-за которой в свое время я закрыла бизнес, я сделала это легко и спокойно, я уехала в Запорожье. В принципе, многие, кто там гуглил информацию о Булыгине, находили эту информацию, потому что в 2013 году я переехала в Киев. И переехала, я на тот момент не занималась преподавательством, не вела никакие вебинары, семинары. я действительно начала жить с лета 2013 года только с трейдинга. У тебя каждый год в плюс, получается? Каждый год. Или у тебя хедж-фонд, который тебя финансирует? Смотрите, каждый год в плюс, но абсолютно не каждый месяц. То есть месяцы бывают и нулевые, бывают с небольшим убытком. Но если брать результаты за год, плюсовые. А то, что ты раньше занималась бизнесом, это как-то часто помогает тебе в трейдинге? На самом деле, опыт предыдущих лет, конечно, дает мне понимание, что не так просто и там, и не так просто и здесь. Я считаю, что каждый должен сначала пройти, то есть молодой трейдер должен пройти либо через наемную работу, либо через свой бизнес, через твой труд, чтобы он понимал, что все-таки не так просто, да, завел там брокеру счет и вот начал зарабатывать миллионы сразу. Нет. И там по своему тяжелому, и в трейдинге непросто. Ты читаешь отзывы о своей деятельности на смарт-лабе? Почитываю, нечасто. Бывает там вечерком раз в неделю открываю, ввожу тег Булыгины, читаю. Ты осознаешь, что многие мужчины, они по сути, как тебе сказать, они видят в тебя красивую женщину в первую очередь, а в вторую очередь уже трейдеры? Да, я это прекрасно осознаю, но и еще осознаю, что есть определенная зависть. Чем больше, как бы популярнее я становлюсь, особенно после, наверное, эфира РБК в Найбре, наверное, стало приковывать больше внимания, и, к сожалению, не всегда это положительно. Я первые, в разы честно скажу, Андрей, я так болезненно восприняла это для себя, думаю, ну как я делаю для людей добро, делаю там бесплатные обзоры по рынку, вот отвечая всем на вопросы, вроде как, все должно быть хорошо, нет, но найдется какая-то ложка дегтя в бочке меда. На самом деле, вот я переживаю этот этап, и теперь просто не обращаю внимания. Все-таки люди разные, и я прекрасно понимаю, особенно у тех, кого не получается в жизни найти себя в трейдинге, либо просто найти себя в жизни, конечно же, они ищут подспорья, на кем можно немножко оторваться, назовем это своими словами. Поэтому я спокойно воспринимаю и не спорю, и даже не оспариваю тот негатив, который на меня пытаются иногда вот подливать. К тебе обращаются некоторые люди, которые просят, чтобы ты научила азам трейдинга, но, ты знаешь, мне кажется, у мужчины, многие, они очень не такое самомнение, и их сложно чем-то обучиться, чтобы женщина, особенно мужчина Востока, чтобы женщина меня учила, да и такого быть не может. Ты знаешь, на самом деле умные мужчины понимают прекрасно, что не стоит здесь сравнивать, мужчина это или женщина, то есть никаких половых различий. Если человек специалист своего дела, если, опять же, люди могут торговать успешно, условно, один-второй, но один умеет доходчиво объяснить, как это делать, а второй просто своей природой не преподаватель, он не может рассказать, донести. Поэтому тут без разницы, женщина это или мужчина, если он доходчиво может рассказать, пожалуйста, почему бы не учиться. Меня, например, удивляет, когда меня находят опять же мужчины, например, с Владивостока либо с каких-то других очень-очень отдаленных городов. И я говорю, как вообще они на меня вышли? Ну так вот, я много чего изучал, много трейдеров смотрел, но вот мне понравилось, как ты преподаешь, мне понятен твой язык. То есть вот это важно. То есть мужчина, женщина, не важно. Важно, насколько доходчиво человек тебя понимает. Я не говорю, что я хороший преподаватель, преподавателей миллион, каждый выбирает себе, кто кому нравится, и это хорошо, это замечательно, не то, что в школе или в институте ты пришел, вот все, это преподавателю, у него нужно учиться. Это прекрасно, когда есть выбор. Согласен, Андрей? А вот Павел Жуковский, давай мы немножко тебя немножечко придавим. А вот Павел Жуковский... А давай, любокамерзный вопрос. Да, Павел Жуковский мне давал интервью, сказал, что 90%, 95% даже преподавателей это жулики. Как ты относишься к этому? На самом деле, наверное, мне есть чем заняться, и я не изучаю этот вопрос, кто жулик, кто не жулик. Ну, наверное, есть и такие, наверное, есть и жулики. Но на самом деле, преподавание трейдингу, это в первую очередь, для меня лично, это самореализация. Когда я даю знания ученикам, когда я их контролирую, я вижу их результаты, меня это тоже стимулирует быть лучше, быть лучше, показывать еще лучшие результаты. То есть, опять же, держаться в рамках торговой стратегии. По поводу жуликов, ну, давай на имена не будем переходить. Был один жулик, который за счет моей страницы все время пытался рекламироваться. Не будем на имена переходить, не буду делать ему дополнительную рекламу. Я не знаю этого жулика даже. Я не могу отслеживать всех жуликов. С крылышками. Ага. Понятно. С такими крылышками? Пчела. Понятно. Супертрейдеры. У нас есть супертрейдеры на рынке. На самом деле, знаешь, кто жуликами является? Вот я так скажу. Это один критерий. Если преподаватель говорит, иди учись у меня, ты будешь каждый месяц зарабатывать по 50% либо по 100%, все, это жулик. Я всегда говорю, то есть, зависит даже не от той стратегии, которую ты преподаешь и даешь, а от рынка. То есть, если рынок у нас стоит месяц в боковике, что бы ты ни придумывал, что бы ты ни делал, ну, заработаешь там 3% в месяц, 5% и довольны, и радуйся этому. Будь трендовый месяц, пожалуйста, будь движение, заработаешь. Поэтому, те, кто обещают гарантированный результат, однозначно, вот к таким не стоит идти учиться. Яна, такой радостный день, вообще, на самом деле, вот ты приехал, вот мог бы я вчера думать, что ты приедешь ко мне в гости и мы зарядим интервью, а вот не мешает тебе то, что ты обучаешь с этим торговлю или, наоборот, помогает? Абсолютно не мешает, еще раз говорю, наоборот, это стимулирует, наоборот, это стимулирует, это подстегивает, показывает лучшие уровни, лучшие сделки, более лучшие входы, хорошие выходы, то есть, наоборот, это только стимулирует. Единственное, что я хочу сказать, что преподавая трейдинг, на самом деле, это колоссальное усилие, то есть, я имею в виду, что когда я провожу семинар двухнедельный, я после этого еще неделю отхожу именно морально, потому что выкладываешь все по полной, каждое занятие по три часа идет и потом тяжело, именно тяжело морально, поэтому я стараюсь либо до семинара, либо после действительно отдыхать. Ну, кстати, об отдыхе, если посмотреть твои страницы в фейсбуке, у тебя очень часто и путешествия в разные страны, там, да? Да, я очень люблю путешествовать, но на самом деле тут каждый выбирает свое. Кто-то мечтает о дорогой машине, да, и он копит на дорогой машине, А ты уже мечтать машины? Не мечтаешь? Да нет, у меня есть машины, которые меня вполне устраивают. У меня Hyundai Lantra. Lantra. Новая салона, 12-го года. Поэтому действительно... Все впечатления, да? Да, трачено впечатлением. Вот есть такая фраза, вкладывайте в деньги воспоминания и в чудеса. То есть на самом деле вот эти воспоминания, эти эмоции, которые получаешь на отдыхе, этот заряд энергии, он дает потом возможность работать несколько месяцев без перебоя. А это же важно. Представляете, да, вот работаешь без отпуска три года, пять лет, вот она мечта купить машину. Купил машину, не дай бог, она там попала в аварию или еще что-то. такой пример. Мы с тобой друзья, да? Да. Отлично. И вот, еще вчера, я не мог бы себе представить, что ты приедешь в Москву, а сейчас вот ты прямо сидишь и можешь задавать такие вопросы и даже можно такие жесткие вопросы задавать себе. по поводу популярности. Вот только что ты сказала, что популярность пошла на верх после ноябрьской эфира РБК. Ну, в общем-то, добавила. А куда дальше? Вот куда дальше? Ты будешь популярнее, чем Хиллари Клинтон? И вообще, что дальше? Андрей, ну я на такие замашки не иду, на самом деле, не стоит загадывать наперед, но я вижу, что каждая поездка, вообще каждое какое-то новое событие, новая встреча, новое личное знакомство, даже как с тобой сегодня, оно приносит неизменные события в жизни. Поэтому, вот, может быть, встретимся через год и посмотрим, что произошло за год. Я думаю, будет много интересного. Какие вопросы типичные тебе задают по скайпу или по электронной почте? Типичные? Типичные. Типичные вопросы. Хорошо. Ирина, сколько вы в среднем зарабатываете за месяц? Второе. Подожди, я сейчас вопросы перечислю. Ладно, давай отвечу. Среднего нет. Это я задавал, в самом деле, подробно. Вот кто это был. Среднего показателя нет вообще. Каждый месяц индивидуально. То есть, при том, холебания могут быть, там, говорю, от 3% до плюс 20% и более. То есть, вот, рынок, то не от меня зависит, от рынка. Будет хороший рынок, будет хорошая прибыль. Второе, по популярности, вопрос, замужем ли я? Вот. Ну, лично, да, лично заседает. Мне хватит, что я фото в купальнике на Владустраде. И все, замужем ли замужем? Да. Я считаю, что он житель, это как загадка, понимаешь? Пускай погадают, замужем ли замужем? Третий. Третий вопрос. Ира, какую книгу почитать, чтобы успешно торговать на рынке? Это третья популярность вопрос, наверное, последний, особенно, почему-то 2 месяца, наверное, каждый день кто-то задает этот вопрос. Отвече. Я отвечаю на него. Ребята, грали в книги? Нет. То есть, вот взять все книги, которые касаются трейдинга, там, по теханализу, по фундаменталу, по психологии. В каждой книге есть там 3-5% чего-то полезного, да, что может пригодиться. То есть, для саморазвития, пожалуйста, читайте все книги. Но сказать, что какая-то книга, вот, прочитай её, это граль, ты будешь торговать там успешно? Нет. Ну, на самом деле, на самом, все-таки, лучший учитель это рынок. Потому что, когда ты каждый день в рынке, ты наблюдаешь те изменения, те закономерности, которые на нём происходят, вот, ты максимально и учишься на нём. Поэтому, читайте книги, саморазвивайтесь, ну, грали там не ищите. А почему народ так болезненно относится к тем, кто преподает, называют только рыночники, и постоянно скандалы какие-то, да, на самом деле, таких людей не так много, но они просто, вот, громкие выделяются, да, когда они, поднимают такие темы. На самом деле, потому что, в чём-то они, видимо, неуспешны, и, вот, пытаются за счёт чего-то, либо кого-то себя разрекламировать. Иначе, вот, честно, я не читаю посты, я не лезу в какие-то грязи, никого не, в чём не обвини? Ты постоянно блоги на раз в неделю выбиваешь? Раз в неделю, да, за чашечкой кофе выбиваю, ну, когда мне просто пишут, там, вайбер Ир, посмотри, на тебе там новый пост. Ну, конечно, надо глянуть, что там пишут. Слушай, я тут недавно видел твоё видео, вот так интересно, ты сидишь в офисе, а на заставке ты в купальнике. Я подумал, такой интересный приём, что надо тоже на канале Целек ТВ его использовать. Я думаю, после этого пойдёт просмотры большие. Андрей, ну, просмотры вы точно увеличите на своём канале, а дальше я не знаю. понимаешь, понимаешь, публика-то захочет продолжения, где дальше, где новые эфиры, где новые девушки в купальниках. Подумайте над этим. Продолжение. Одна замануха ничего не даст. Ну, мы тебя раскрутим на видео из кухни. Как-нибудь. С котлетами, да? Да, с котлетами. шеф-повар. А потом уже подумай, что делать дальше. А вот, может быть, вот какой-нибудь двойникальный найдём, который будет дальше. И последнее хотел тебя спросить, что самый вопрос, который я не успел задать в этом интервью. Ну, я там обещался попросовать, но ты такая красивая девушка, что я не могу просто попросовать. Что я забыл задать? Вот ты ждала этот вопрос. Что ты забыл? меня спросить? Да, конкретно. Андрей, по-моему, у тебя вопросов очень много. Наверное, ты, наверное, задашь их после эфира. Ну, ладно, большое спасибо. Тайна. Да, тайна. Давай оставим всё-таки загадку, да? Не всё. Ну, ты скажешь, замужем или нет, но это будет за эфиром. За эфиром. Конечно. Спасибо большое. Спасибо ещё раз за приглашение. Я думаю, мы ещё пообщаемся. Пока-пока. Продолжение следует...